Здравствуйте! В эфире канала Россия. Итоговая информационная программа события недели. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснулина. Рассмотрели вопросы реализации национальных и федеральных проектов, обозначили ключевые показатели, необходимые для устойчивой динамики развития строительной и дорожной отраслей. На федеральном уровне принят пакет антикризисных мер, который позволит в установленные сроки и даже с опережением графика выполнить планы по дорожному социальному жилищному строительству на текущий год. Пользование природным газом становится более доступным. По действующему законодательству трубы с голубым топливом прокладываются бесплатно до границ дома. Как этой возможностью пользуются новые абоненты в Зеленчугском районе, выяснял Али Баташев. Легкий поворот ручки и на газовой плите вспыхивает пламя голубого цвета, без копоти. Теперь тепло в доме не зависит от наличия дров. Батареи в комнатах можно включать в любое время. А главное, не нужно возиться с тяжелым газовым баллоном, говорит жительница дома номер 16 по улице Союзная Татьяна Ермакова. Конечно, очень хорошо после дров. И очень дорого было. И хоть газ я провела уже в кредит, а дрова еще дороже были. Ну, я очень благодарна. Сколько машин дров обходила? 18 тысяч. 18 тысяч. И плюс порубить – 4,5 тысячи. Ну, я думаю, за газ будет дешевле, конечно. Угу. А сейчас как? Ну, сейчас тепло. Очень приятно, уютно. Пыли нету, грязи нету. Сейчас прокладка газораспределительных сетей протяженностью свыше двух километров идет в станице Исправной по улицам Октябрьская, Садовая, Союзная, Ручейная, переулку Садовый. Это разбивка трассы, разработка грунта, укладка газопровода. Затем последуют работы по выводу газовых стояков к границам земельных участков жилых домов. Будущие абоненты подают заявки на газификацию своего жилого дома, имея все правоустанавливающие документы. Это право собственности на дом и землю. И имея паспорта на свое газовое оборудование, которое планируют устанавливать. Подача заявок может осуществляться как в районном газовом участке, в данном случае это райис по Зеленчукскому району, также могут в центральном офисе города Черкеска, онлайн, либо через портал госуслуг. Трубы с голубым топливом будут проложены рядом с домом. Все дальнейшие расходы по установке газораспределительных сетей и необходимого оборудования внутри дома будут проводиться за счет заказчика. Снизить стоимость работ возможно при заключении социального контракта. Подробности можно уточнить в администрации по месту жительства. То, что касается государственной социальной помощи, сегодня у нас по программе соцконтракты население участвует. Мы берем заявление, люди, которые в жизненной трудной ситуации, отправляем в управление труда и соцразвития, там комиссию мы рассматриваем. И вот такая помощь даже со стороны государства оказывается населению, чтобы помочь большой финансовой суммой для того, чтобы газифицировать домовые дела. По Зеленчугскому району на газификацию уже подана 371 заявка. Протяженность газораспределительных сетей по ним составит более 9 километров. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчугский район. Сегодня Карачаева-Черкесия завершился третий этап всероссийских учений и экстренных служб реагирования. На этот раз специалисты регионального управления МЧС совместно с представителями других ведомств отрабатывали алгоритм взаимодействия при тушении пожаров вблизи населенного пункта. На месте условного сгорания побывал наш корреспондент Артур Мхце. Горит участок пересеченной местности в Прикубанском районе республики вблизи населенного пункта. Оказавшимся в эпицентре чрезвычайного происшествия людям заблокированы пути отхода в безопасное место. Пламя охватывается большую территорию и скоро может добраться до ближайшего населенного пункта. Очевидцы сообщают о случившемся в региональное управление МЧС. Таковы вводные очередного этапа учений служб экстренного реагирования Карачаево-Черкесии. Первоначально отработать их взаимодействие планировалось на территории Тибердинского заповедника с привлечением авиации. Однако погодные условия внесли свои коррективы. Впрочем, на практической части мероприятия все это никак не сказалось. Обновляются кадры, кто-то уходит, кто-то приходит. Всегда такой естественный процесс, когда всегда всем ставшим на должность работникам необходима практика. Первыми на место прибыли представители МЧС. Спецтехника позволила соорудить естественную преграду, перекрывшую пламени возможность охвата еще большей площади. Пока одни разгребали горевшие участки, другие подтянули средства для тушения пожара. Когда активность огня утихла, прилегающую территорию осмотрели работники Следственного комитета Карачаево-Черкесии и добровольцы регионального поисково-спасательного отряда. Мы взаимодействуем со всеми ведомствами, то есть МЧС, спасатели, полиция. Мы после пожара вывозим всех, кто остался, и ищем пострадавших людей по их описанию. Допустим, одет в черную куртку, такая обувь, примерно такого возраста, такого телосложения. Далеко не все во время таких учений происходит в четком соответствии с намеченным планом. Но в том и заключается ценность подобных мероприятий отработать различные варианты развития событий, постараться добиться четкого взаимодействия ради общей цели – спасения людей и сохранности материального имущества. Артур Мухцера, Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Какие задачи возложены на вневедомственную охрану? Как одного из подразделений управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике? По каким критериям происходит отбор кандидатов на службу и на вакансии? На эти и другие вопросы ответит гость программы, заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по городу Черкесску, полковник полиции Алик Тибуев. С офицером встретилась Александра Коваленко. Добрый день, Алексей Беевич. Расскажите, пожалуйста, какие задачи возложены на службу вневедомственной охраны, как на одно из подразделений Росгвардии? Вневедомственная охрана, являясь государственной службой, занимает сегодня ведущее место в сфере обеспечения общегосударственных мер по охране всех форм собственности. Внедрение новейших средств на охранную сигнализацию существенно изменило структуру нашей организации. Из сторожевой она превратилась в техническую службу. Практическая деятельность по борьбе с хищениями и участием в охране общественного порядка, пресечении предупреждения правонарушений на маршрутах патрулирования, вносят в значительный вклад в решение главных задач, стоящих перед органами правопорядка Российской Федерации. Подразделения внественной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации выполняют следующие задачи. Ощущают охрану общественного порядка и общественную безопасность. Обеспечивают сохранность государственной и муниципальной собственности. Организация обеспечения и осуществление на договорной основе охраны имущества физических и юридических лиц. От преступных и иных противоправных посягательств, а также объектов, подлежащих обязательной охране войсками Национальной гвардии. Принятие участия в проведении экспертной оценки состояния антиреческой осуществленности и безопасности объекта, ввода чая рекомендации по их инженерно-технической укрепленности. Организация осуществления в соответствии с условиями заключенных договоров пропускного и внутриобъектового режима на охраняемых объектах. Дальше организация и осуществление взаимодействия вне ведомственной охраны с подразделением органов внутренних дел Российской Федерации в работе по обеспечению общественного порядка и пресечению преступлений на охраняемых объектах, а также на постах и маршрутах патрулирования. Расскажите, пожалуйста, об основных задачах вне ведомственной охраны. Основной задачей вне ведомственной охраны является недопущение краш сохраняемых объектов, которые мы охраняем по договорам. Также повышение конкурентоспособности, сохранение имиджа подразделения вне ведомственной охраны, защита имущества и жизни всех слоев населения от преступных противоправных посягательств. Мне хотелось рассказать об технических средствах охраны на квартирах и личного имущества граждан. Мы сейчас внедрили новые технологии через радиоканал, через GSM, через GPRS. Сигналы мы охраняем квартиры, магазины. В последнее время участились кражи охраняемых квартир. За последний год с охраняемых объектов и квартир, которые охраняем вне ведомственной охраны, не допущено ни одной кражи. Также есть новая система, которую мы запустили в этом году. Охрана транспортных средств. Охрана транспортных средств, охраняем автотранспортные средства. И при срабатывании сигнализации в автотранспорте незамедлительно группы задержания выезжают на место и в дальнейшем разбираются с обстоятельствами. А вот как защитить свой автомобиль? Для установки автомобиля под охрану нужно прийти в отдел неведомственной охраны, написать заявление. После этого инженерно-технические средства устанавливаются на автотранспорт, заключается договор и мы можем уже дальше охранять. Скажите, пожалуйста, по каким критериям происходит отбор кандидатов на службу в подразделения вне ведомственной охраны? На службу войска национальной гвардии вправе поступать граждане, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола, расы, национальности, отношения к религии, владеющей государственным языком Российской Федерации. Предельный возраст поступления на службу 35 лет. Граждане, поступающие на службу, проходят в порядке определяемым федеральным законом исполнительной власти психологическое исследование, направление на выявление потребления без назначения врача наркотических средств и психотробных веществ. Гражданину предоставляется срок до трех месяцев для сбора документов, если в течение трех месяцев гражданин по каким-то причинам не успел собрать все документы, направляется письмо о том, что данный гражданин отказ в приеме на службу. Вместе с этим хотелось бы заметить, что имеются ограничения, связанные со службой войсков национальной гвардии. Если гражданин имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в других странах. Также является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Неоднократно в течение года, предшествующий за дню поступления на службу, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершение умышленного административного правонарушения. В настоящее время во вневедомственной охране имеются вакантные должности младшего начальствующего состава. Для людей, для граждан, которые хотят проходить службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, могут записать номер телефона, записаться на прием к начальнику управления. Это 27 95 78. Алексей Бич, огромное спасибо за такую познавательную беседу. Не за что. Спасибо. Сейчас реклама, а после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Черкеск. Встречай. С 19 марта по 24 апреля. Выставка динозавров до нашей эры. ТРЦ Панорама. Улица Кавказская, 37. Категория 0+. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом. И он только твой. Айленд. Диван с характером. От мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле. И только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкеск. Улица Октябрьская, 392. Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне фестивале молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать свое видео в государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия». Возраст участников от 10 до 35 лет. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе смотрим.ру в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, то нам по пути. Споемте, друзья! После тяжелой продолжительной болезни на 1972 году ушел из жизни известный режиссер-постановщик, сценарист, деятель культуры Хамзат Урусов. Он получил признание как автор-режиссер концертных программ. Хамзат Юнусович обладал незаурядным талантом. Проводить гениального режиссера пришли родственники, друзья, коллеги и все те, кто был связан с его творчеством. Подробнее в нашем репортаже. Хамзат Урусов написал сотни сценариев, ставил важнейшие республиканские и городские мероприятия, юбилейные вечера, фестивали, концерты. Опытный, образованный, глубоко порядочный человек. Он пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением. Хамзат Урусов награжден многими государственными наградами. Он профессионал своего дела, который мог подобрать актеров на любую постановку к любому спектаклю. В 1973 году Хамзат Урусов окончил Государственный институт культуры в Краснодаре, отделение театральной режиссуры. После окончания вуза работал преподавателем Ставропольском культпросветучилище. Долгое время руководил молодежной актерской студией в Моздокском народном театре. А в 1987 окончил высшие режиссурские курсы в ГИТИСе. О заслугах Хамзата Урусова говорили многие, кто пришел проводить его в последний путь. Как больно и печально прощаться с человеком, который был и другом, и коллегой, и просто товарищем, которым мог еще научить, подсказать. Свою последнюю режиссерскую работу под названием «Хорча» Хамзат Урусов так и не успел представить зрителю. «Говорят, что незаменимых людей нет. Но я могу сказать, что, к сожалению, не сегодня нам, Хамзата Урусовича, как режиссера, как человека, который знал историю республики, знал тонкость всех наших народов, к сожалению, сейчас заменить некий. Я боюсь, что еще долгие годы не будет, потому что для нас, Хамзат Урусович, была величина». Последние 12 лет он работал в Карачаевском театре. И за этот период времени Хамзат Юрусович поставил более 20 спектаклей. «Ну нет человека творчества, который его не знал. Все творчество скорбит, все люди скорбят по нему. Просто его не будет нам хватать. Он рано ушел. Ему бы работать и работать еще впереди. Мы очень благодарны ему за то, что он в Карачаевском театре воспитал очень хорошую молодежь. Ребята, как он воспитывал, как он их учил, они по сей день работают в театре». Без участия Хамзата Урусова не проходило ни одно культурное мероприятие. Многие актеры отзывались о нем как о интеллигентном, талантливом человеке, профессионале, позволяющем глубоко раскрыть сюжетную линию спектакля, таким образом достучаться до сердец зрителя. Он умел находить подход каждому артисту. Особенно получалось раскрывать мастерство актеров, начинающих свой путь на театральном поприще. «Ходите в театр, любите театр. Театр – это школа, жизненная школа. Все, что можно сказать о театре. А то, что ходят на наши спектакли, – это, конечно же, заслуга актеров. Я люблю свою работу, конечно, очень, но больше всего я люблю своих актеров. Потому что актеры – это те, кто воплощают то, что я вижу, то, что я хочу сказать». Театр являлся его жизнью, его смыслом в жизни. Его неповторимый, неординарный взгляд и подход к театральному искусству останется наследием республики. Харча Беджиев, Вести Карачаева, Черкесия. При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» на площадке БЭТ-студио прошла развлекательная программа для детей-беженцев из ДНР и ЛНР. Подробнее в нашем репортаже. Война калечит тысячи детских судеб, отняв светлое и радостное детство. Детство, растоптанное войной. Многие семьи покинули свои дома в Донецкой и Луганской народных республиках для лучшей жизни, чтобы каждый день не прятаться с снарядов бомб и не бояться, что сегодняшний день будет последним. Как отмечает хореограф Анна Булыгина, Россия стала для ее семьи вторым домом, где она начала новую жизнь. «Видя, что происходит такая страшная ситуация, я собрала деток своих, сумочку, и мы выехали на территорию России. Видела украинских военных, танки, самолеты, было просто страшно. Я до сих пор вспоминаю. Благодарна, что нас здесь приняли, дали возможность мне работать, детям моим учиться, поддержку оказывали. И люди обычные, и власти Российской Федерации». В Карачаево-Черкесию прибыло немало семей с детьми, бегущих от страшного бедствия. Для беженцев создают благоприятные условия, а главное, не забывают о детях. Где дети, там всегда веселье, музыка, искусство. В школе танца в БЭТ-студию подготовили развлекательную программу, куда пригласили более 25 детей из ДНР и ЛНР, а также дети из Центра содействия, реабилитации детей-инвалидов. Счастливое детство. «Мероприятие организовано совместно с этой БЭТ-студией в лице Вишневской Елизаветы Рассова и совместно с нашими партнерами. Цель этого мероприятия, чтобы как-то поддержать детишек, развлечь их, чтобы максимально скрасить их пребывание в нашей республике. Но это не единственное мероприятие, которое мы планируем провести. То есть это цикл мероприятий». «Я все для этого сделала и делаю, чтобы детям было радостно, весело и чтобы не обращали никакие их невзгоды, беды в наше непростое время». В программе были концертные номера с танцами и театральными постановками. Все для того, чтобы дети не чувствовали себя чужими. Взрослые, создавая счастливое детство, создают для детей светлое будущее. Карча Биджи, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Арии из опер русских и зарубежных исполнителей под аккомпанемент оркестра. В Черкесске прошел концерт, посвященный столетию Карачаевой Черкесии. Все поклонники высокого искусства могли насладиться выступлением заслуженного артиста Карачаевой Черкесии, солиста Мариинского театра Заура Алиева. На концерте побывал Али Баташев. С первых нот артист покоряет публику красотой и выразительностью исполнения произведений итальянских и русских композиторов. Солист знаменитого Мариинского театра в Санкт-Петербурге Заур Алиев на сцене с шести лет. Любовь к музыке привил отец Харлам Алиев, народный артист Карачаева Черкесии. Мальчик с отличием окончил музыкальную школу по классу фортепиано, школу искусств в микрорайоне Московский, где и получал уроки вокала. Заур Алиев солировал в оркестре народных инструментов «Сувенир» под руководством Анатолия Сгонникова. Участвовал в различных фестивалях и конкурсах. Звание заслуженного артиста Карачаева Черкесии Заур получил уже в шестом классе. Несмотря на свой опыт, артист до сих пор очень волнуется перед каждым выходом на сцену. Всегда истериск сорвать ноту или забыть слова. Заур Алиев стремится к тому, чтобы исполненная песня затронула самые сокровенные струны души и сердца. И как бы, сколько бы ты ни тренировался, вот даже у Лучана по вороте спрашивали. Говорит, Лучана, ну вот вы уверены, вот когда вы здоровы, вы в голосе, как бы, техника все в порядке, вы уверены, что вы возьмете ту или иную верхнюю ноту? Он говорит, нет, в этом и прелесть нашей, так сказать, профессии. Так что, скорее, из-за этого, из-за ответственности. В концерте, посвященном столетию Карачаева-Черкесии, Зауру Алиеву аккомпанировал симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Республике Северной Осетии Аланья под руководством главного дирижера Заурбека Гукаева. Он подкупает то, что он очень любит, прежде всего, то, чем он занимается. И он всегда, как бы, вот, кипит желанием работать. Это качество, которое, наверное, можно в любом артисте, но это не всегда так и у всех разных градусов. Вот он, ему все время хочется на сцену. Заур Алиев родом из Карачаевска. Живет и работает в Петербурге. Покидать страну не собирается, потому что любит свою большую и малую родину. Я вдвойне и даже втройне, неважно, я счастлив увидеть лица именно людей из родного края. Поэтому, так что я весь этот концерт, так сказать, посвящаю своим, можно сказать, людям. Вот вы к нам вернетесь еще с новой программой? Планируете когда? Ой, ну, планировать, не знаю, как сказать. Есть желание. Артисту предстоит готовиться к новым гастролям, а поклонникам ожидать новых и ярких концертов любимого исполнителя. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Картина галереи Черкеска открылась выставка, посвященная юбилею заслуженного художника Карачаева Черкесии Николая Кузнецова. Экспозиции представлены последние работы автора, на которых в большинстве своем отображены прекрасные пейзажи и натюрморты. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Совсем скоро талантливому художнику Николаю Кузнецову исполнится 80 лет. В честь такого знакового события свои двери распахнула выставка работ народного художника. Собрались друзья, соратники, подопечные, чтобы лично поздравить Николая Григорьевича. Недавно пересматриваю ваши ролики с вашими выставками. Как один наш товарищ сказал, что хочется взять и поехать туда, именно в то место, которое вы отобразили на своих картинках. Талантливый человек, талантливый во всем. Замечательный художник, фотограф, все его способности перечислить. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. И в этом году, в скорую дату юбилей. Я вас возглавляю в лице Союза золотой родственников России и Союза родственников врача отец с наградой золотой медали. Кузнецову Николаю Григорьевичу в соответствии с решением секретаря Союза родственников России награждена золотой медали духовность, традиции, мастерство. Было сказано много добрых, теплых слов в адрес юбиляра. Присутствующие сошлись в едином мнении, что, увидев работу Николая Кузнецова, хочется тут же очутиться в этом месте или дотронуться до веточки сирени, нарисованного им натюрморта. Несмотря на то, что родился Кузнецов в разгар Великой Отечественной войны в семье летчика, распознав и увидев все трудности военного и послевоенного времени, объездил много стран и городов, рисовал с раннего детства и был одарен талантом видеть во всем что-то светлое и хорошее. Я люблю наши горы. Я от Анапы до Эльбруса и дальше Казбек, Грузию, в Армении был, Арарат выйдет. Я был за границей, я был в Швейцарии, в которую все мечтают переехать, а им там фигу показывают. Они туда приезжают, с них денежки как с буратино высосывают и под зад коленом. Они думают, там малина для них. Николай Кузнецов часто незаменимый гость различных творческих художественных мероприятий, где молодежь и преподаватели ждут художника с нетерпением. Он прекрасный оратор. А сколько интересных историй можно услышать из его уст? Не перечесть. Виновник торжества говорит, раньше писал по 40-50 работ в год. Сейчас эта цифра уменьшилась в десятки раз. Но от этого не менее чувственные, со всей страстью и познанием, передающие любовь к родному краю, картины. Любите все нашу республику так, как я. И все хорошо будет. Альбина Курочинова, Кенжева, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. В Донбай стартовали первые спортивные соревнования, посвященные юбилею республики. Дети из регионов северо-кавказского, южно-федеральных округов, а также из Южной Осетии состязались ловкости, скорости рук, быстроте реакции. Алла Качиева расскажет, о каком виде спорта идет речь и как он проходил. Донбай позиционируется всесезонным и излюбленным местом отдыха тысяч туристов страны. Сейчас приехали, конечно, многое изменилось. Вообще радуемся, ходим. Жизнь прекрасна. Приехали всей семьей. Да, большой. Большой, дружной. А что особенно вам нравится здесь? Природа. Горость. Там вам нравится природа, воздух. А мне нравится голая. Подышать свежим воздухом и насладиться шикарной природой могут не только туристы, но и 164 молодых спортсмена из девяти регионов – СКФО, ЮФО и Южной Осетии. Знаменитый горнолыжный курорт в очередной раз стал местом проведения соревнований. Здесь в течение нескольких дней будет проходить межрегиональный турнир по боксу «Кубок Донбая-2022». В этом году его посвятили 100-летию образования Карачаева-Черкесии. Первые спортивные соревнования, посвященные вековому юбилею республики, решено провести в Донбайе – в гостиничном комплексе с одноименным названием. В большом спортивном зале стоит праздничная атмосфера. Состоялось официальное открытие, где участников и судейскую команду приветствуют организаторы. Этот турнир важен тем, что он сближает молодежь для развития спорта и для развития курортного поселка. В межсезонье, в летнее время – это самое время для тренировки спортсменов, для сборов, для таких соревнований. Дан Старт и участники четвёртого межрегионального турнира Кубок Донбая по боксу выходят на ринг. Несмотря на юный возраст, поединки здесь очень эмоциональные. Быстрая оценка обстоятельств и чёткий план действий. Результаты подготовки ребят. Бокс не драка. Это спорт отважных, уверены тренеры и их подопечные. Нешуточные бои разыгрываются и между девочками. Задача нелёгкая. За указанное время нужно было не только грамотно уходить от удара, но и стараться находить слабые стороны соперника. В боксе надо уметь думать головой и быстрые ноги. В целом все ребята с упорством и целеустремлённостью сражались за победу. Зал в течение боёв не умолкал ни на минуту. Судьи отмечают хорошую подготовку юных боксёров. В общем, подготовка ребят хорошая. Собрались спортсмены с разных регионов. И эти спортсмены представляют эти регионы. Они первые номера, вторые номера. То есть состав качественный. Эти соревнования сыграют большую роль в популяризации и развитии бокса. А также будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и привлечению туристов в наш регион. Донбай здесь очень красиво, хорошо. Что тебе больше всего понравилось? Горы. Межрегиональный турнир в пяти возрастных категориях продлится до 17 апреля. Организаторы подготовили участникам грамоты, призы и хорошие впечатления в виде экскурсии. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, Донбай. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Впереди новые трудовые бутни, пусть они принесут только хорошие вести. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Комный комбинат. 8-938-333-90-00 Черкесск. Встречай. С 19 марта по 24 апреля. Выставка динозавров до нашей эры. ТРЦ «Панорама». Улица Кавказская, 37. Категория 0+. Он настоящий. Обескураживающий. Презентабельный. С остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом. И он только твой. Айленд. Диван с характером. От мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле. И только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне фестивале молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать свое видео в государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия». Возраст участников от 10 до 35 лет. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе смотрим.ру. В эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, то нам по пути. Споемте, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok